Так, ребятки, решил я тут маленечко подсесть на Hype Train и порассуждать по поводу ситуации вокруг бесплатной раздачи GTA V в Epic Game Store. Я думаю, что все в курсе, но так, для пущей историчности, я расскажу в чем ситуация. Пару дней назад в Epic Game Store стали раздавать одну из самых огромных, популярных, просто эпических игр текущего поколения, ну, уже, наверное, частично прошлого поколения, потому что она выходила на PlayStation 3, GTA V. Казалось бы, что может пойти не так? Вроде бы все должны быть довольны. Сначала была толпа недовольных тем, что Epic Store просто нахрен обвалился от волны нахлынувших любителей халявы, и, казалось бы, на этом все должно было устаканиться, но нет. Теперь те, кто давным-давно купил игру в Steam, стали писать ей отрицательные отзывы. Причем у многих из этих людей наиграно какое-то огромное количество часов, просто, я не знаю, 250-320 часов. И теперь, в 2020 году, когда ее стали раздавать бесплатно в Epic Store, он пишет отрицательные отзывы и просит вернуть ему деньги. Я не понимаю, что с этими людьми не так. Просто теоретически я бы, наверное, мог быть на месте этих людей, потому что я не так давно купил себе GTA V. Я купил ее по скидке что-то за 600 или 700 рублей, или что-то около 1000, я уже точно не помню. Это было осенью. На улице было грязно, дождь, слякоть, и мне захотелось чего-нибудь такого вот солнечного. Я никогда не играл в прошлой части GTA. Солнце, пляжи, пальмы... Замечательно то, что мне было нужно. Купил, прошел... Ну и да, теоретически я мог бы оказаться в стане тех людей, которые сейчас исходят на говно из-за того, что игру раздают бесплатно. Но, тем не менее, новость о том, что GTA-шечка будет какое-то время халявной, меня абсолютно никак не задело. Я до сих пор даже ее сам не забрал. Собственно, для чего я делаю это видео, помимо того, чтобы, ну, как я уже сказал, запрыгнуть на хайп-трейн? Я не понимаю логику в голове тех людей, которые, наиграв бешеное количество часов, требуют вернуть им деньги. Для чего эти люди вообще играют в игры? Для чего они покупают игры? Я покупаю игру для того, чтобы получить от нее какие-то эмоции. Вообще, любыми продуктами творчества мы наслаждаемся исключительно для того, чтобы получить от них какие-то эмоции. Будь то кино, музыка, видеоигры, книги, комиксы, все что угодно. Просто вы почитайте комменты в стиме, это какое-то нищебродство абсолютно нового уровня. У нас есть нищеброды, которые понимают, что они нищеброды, ну, как я. Я покупаю игры, которые мне нравятся, но зачастую, прежде чем что-то купить, я это скачиваю на торрентах и смотрю. Есть нищеброды, против которых вовсю воюет Ajax с канала Новая Олдовая, они гордятся тем, что они нищие и что будут качать исключительно игры с торрентом. Я здесь даже не говорю о каком-то цивилизованном взгляде, о том, что, покупая игру на старте, ты поддерживаешь разработчика, потому что я это не сделал. Ну, не было мне интересных GTA. А это какой-то совершенно новый уровень. Люди, да, они заплатили деньги, но они получили свое от игры. И теперь они ведут себя так, как будто все, что они получили от этой игры, не значит абсолютно ничего. Как будто все их эмоции, которые они испытали от атмосферы игры, от ее истории, теперь просто обнулились только по той причине, что игра раздается бесплатно. Мне просто интересно, вот если бы мы жили в каком-то более технологически продвинутом мире, намного более технологически продвинутым, и магазин, который продал кому-то какую-то игру, мог бы забрать игру себе, но вместе с этим и забрать все воспоминания, все эмоции, которые человек получил от этой игры. Вот что бы сейчас было с этими людьми? Они бы получили GTA бесплатно, они бы ее прошли, они бы также играли в онлайн, нет, этого бы не было. В 2020 году GTA 5 это уже технологически устарела игра. Да, она по-прежнему выглядит неплохо, но это не игра 2020 года. Если у человека нет тех положительных эмоций, которые он получил, играя в игру 7 лет назад, 6 лет назад, 5, то сейчас он эти эмоции уже не сможет получить, потому что технологический уровень вырос. Да, я получил удовольствие от игры, но это не отменяет того, что тогда эта игра была чуть ли не технологическим прорывом, она была суперкрутой, и те люди, которые в нее играли тогда, они наслаждались суперкрутой графикой на тот момент, и они помнят эту игру такой. Почему? Все это обнулилось только потому, что игра стала бесплатной. К тому же попробуйте представить, сколько среди всего этого нищего, вонючего скама, которое сейчас ломанется в онлайн, будет обоссанных школьников-читеров. И как вы думаете, смогут ли сейчас игроки в GTA Online получать от игры точно такое же удовольствие в сравнении с тем, когда в нее играли люди, которые хотели эту игру, которые были готовы отдать за нее хорошие деньги. Я уверен в том, что вся эта обоссанная школота, которая получила игру абсолютно бесплатно, очень сильно испортит ситуацию в онлайне. Ну и казалось бы, вот он повод, Epic Games испортили онлайн. Но, ребят, мать вашу, выдумайтесь, игре 7, сука, лет. За 7 лет в нее мог наиграться кто угодно. Если вы купили игру тогда, это значит, что вы застали золотое ее время. А сейчас ее используют просто как, не знаю, рекламную кампанию. Так оставайтесь с вашими положительными эмоциями от того, что было тогда, потому что что будет сейчас, это уже будет совершенно другая история. Основной поинт здесь в том, что в игры нужно играть тогда, когда они выходят, тогда, когда они актуальны. Это знаете, как бывает, вы когда-то в детстве там играли в какую-то игру, которая вам тогда казалась суперкрутой, но сейчас вы ее запускаете и видите, что это устаревшее говно, которое уже не тащит. И в этот самый момент вы понимаете, что, может быть, лучше вообще не стоило ее запускать, а просто остаться с теми самыми эмоциями, которые я получал от нее тогда. Все это происходит ровно потому, что вы невольно сравниваете увиденную старую игру сейчас с теми играми, которые есть сейчас, которые актуальны. К сожалению, пути назад здесь нет. И именно поэтому старые игры сильно дешевеют. Просто в случае с GTA 5 это получилось как-то слишком уж гипертрофировано, потому что игра до сих пор популярна. Ну и, само собой, мне бы хотелось услышать противоположное мнение, если такие найдутся на моем канале. Ребят, если есть среди вас те, кто купил игру, неважно за фулл прайс, не за фулл прайс, и теперь бомбит от того, что она стала бесплатной, пожалуйста, напишите в комментариях, какие ваши аргументы. Мне было бы интересно почитать. Я эту логику попросту не могу уловить. Потому что, еще раз повторюсь, для меня видеоигры это способ получения каких-то эмоций. И свои эмоции от GTA, пусть и за не очень большие деньги, которые я за нее заплатил, я получил по полной. Мне от этой игры, в принципе, больше ничего не нужно. А по поводу того, что в нее кто-то будет играть бесплатно, какое мне теперь до этого дело, я-то свое получил.